Фибогрупп Марина Нестерова. Валютная пара – евро-доллар. Каждая следующая попытка покупателей продолжить рост встречается достаточно активными продажами, и это очень хорошо видно на часовом временном интервале. Как следствие, риск развития коррекционного снижения остается высоким. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, в том числе и на фоне заметного охлаждения рынка в понедельник. Но и сегодня не приходится рассчитывать на рост торговой активности. До момента возврата котировок пары под уровень поддержки 1,2280, дальнейшее их укрепление рассматриваю в качестве основного сценария. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Публикация неожиданно хорошего отчета по инфляции в Британии оказала поддержку котировкам пары, но спрос над уровнем сопротивления 1,3860 остается слабым, удерживая котировки от развития более мощного восходящего движения. Среднедневная волатильность Дальнейшая волатильность за последние 5 торговых дней остается значительно выше среднего значения за полгода, но в понедельник мы наблюдали охлаждение рынка. При этом и сегодня торговая активность может оставаться в пределах средних показателей. Дальнейшее укрепление котировок пары рассматриваю в качестве основного сценария в среднесрочном периоде. А сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. Четвертый торговый день к ряду котировки пары удерживаются в узком боковике, что указывает на общую неопределенность рынка и слабость покупателей. Но о продажах можно будет говорить лишь после возврата котировок под уровень поддержки 1,2550. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет, при этом открытый интерес и объемы торгов снижаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже среднего значения за месяц, что увеличивает риск появления мощного ценового движения. Возврат котировок ниже 1,2550 буду рассматривать в качестве подтверждения способности цены возобновить снижение. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова